Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Снова напоминаю то, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс, где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента. Поскольку сегодня последний рабочий день для традиционных финансовых активов, мы не говорим сейчас о рынке криптовалют, я думаю, что уместно подвести какие-то предварительные итоги. Точно можно охарактеризовать то, что очередная неделя стала блестящей для нас, потому что мы сделали практически все цели, которые хотели сделать. Очень хорошо мы этом заработали, я лишь хочу думать, что вы не мудрили, не считали, что самое время поторговать против трендов, не искали какой-то несуществующий фундаментальный фонд, которым можно было бы оправдать слабость доллара, причины для усиления позиций европейской валюты и какой-нибудь тотальный обвал рынка черного золота, в частности нефти и бренд и WTI. Каждый раз, когда я возвращался к этим активам и подсвечивал возможности, которые есть, непосредственно торгуя ими, мне казалось, я давал достаточное количество информации, и я думаю, что для многих из вас этого было достаточно, чтобы принять абсолютно однозначные решения, как и что можно делать. Конечно же, тренды меняются. Я не знаю, как рынок поведет себя в последующей неделе, но мы стараемся держать руку на пульсе, друзья. У нас есть возможность видеться фактически каждую торговую сессию, каждый день. Поэтому, если будут какие-то предпосылки, чтобы мы отказались от все еще стопроцентного в плане уверенности, ожидания того, что доллар будет расти, а риск ослабить, я об этих предпосылках вам, разумеется, расскажу. Ну, а пока есть то, что есть. Индекс доллара практически 105 пунктов. Друзья, здесь уже можно говорить о новых исторических максимумах, здесь уже можно говорить о том, что доллар пользуется всестороннейшей поддержкой всего. Это единственный актив, который сейчас интересует трейдеров и инвесторов, если им приходится отвечать на вопрос, где же лучше сейчас оставить свои капиталы, в каких активах их держать. И действительно, какой-то достойной альтернативы мы сейчас попросту найти и не сможем. Особенно после последних потерь и обвала, который имел место быть в рамках этой недели для американской фондовой секции. Рынок облигаций, ну, тоже для многих не интересен, поскольку, несмотря на рост доходности, она по-прежнему еще не такая, скажем, бодрая, интересная и привлекательная, чтобы конкурировать с той же самой американской валютой. Почему растет доллар? Это, наверное, риторический вопрос. Я тоже много раз уже отмечал, что я надеюсь, что придет и наступит момент, когда мне не нужно будет повторять причины, из-за которых доллар пользуется такой всесторонней поддержкой. Собственно, агрессивная политика американского регулятора, отчет по инфляции, который вышел на этой неделе, 8,3%, снижение с 8,5%. Многие писали, друзья, что снижение показателей указывает на то, что достигнута плата по уровню инфляции выше уже индекс потребительских цен не уйдет и дальше будет только снижаться. Я с этим абсолютно не согласен и вроде бы как в последней нашей встрече пытался вам донести позицию и точку зрения, что пиковые значения по индексу потребительских цен, они априори не могут быть сейчас достигнута, потому что все проблемы, которые разгоняют инфляцию, они никуда не делись. Цены на бренд выше 100 долларов за баррель, стоимость топлива на внутреннем американском рынке, на исторических максимумах, растут цены на продовольственные товары, повышаются заработные платы. Американская экономика, как, пожалуй, наверное, все экономики мира, особенно развитые рынки, сейчас находятся в инфляционной ловушке. Когда работники просят повысить заработную плату, работодатели идут на встречу, повышают заработную плату, но при этом, поскольку увеличиваются издержки для них, переносят эти издержки на конечных потребителей в виде роста цен на услуги и товары. И это, в свою очередь, приводит снова к повышению цены, эти самые услуги и товары. Поэтому инфляция, она как будто бы в замкнутом круге сейчас циркулирует от фактора к фактору и представляет большую угрозу для по-прежнему мировой экономики. Поэтому, друзья, если мы еще и добавим к этому ситуацию с ковидом в Китае, вот эти цепочки поставок, ограничения, которые нарушают логистические связи, то причин для роста инфляции все больше и больше. Я практически уверен, что где-то о пиковых значениях мы сможем говорить непосредственно для американской экономики в отношении инфляции около 10%. Но это еще будущие месяцы, предстоящие периоды, когда ФРС будет наблюдать за этими цифрами и, соответственно, стараться бороться с этим ростом. Каким образом повышая процентные ставки? Боллард, один из голосующих членов американского регулятора, считает по-прежнему, что ставку обязательно нужно повысить в июне-в июле на 50 боесных пунктов на каждом заседании. Причем, по его мнению, нейтральная процентная ставка, до которой должна вырасти ставка ФРС, находится на отметке 3,5%. Есть куда расти, друзья. Поэтому работаем дальше по тренду и, соответственно, смотрим из-под лобби, скажем так, на динамику рисковых инструментов. Европейская валюта 1,0392, лоу был 1,0353. Цель, которую мы поставили на предстоящие периоды, это поддержка 1,0320. И я был практически уверен, что вчера эту цель мы сделаем, но еще не вечер, друзья. Полноценная торговая сессия, я думаю, что евро все-таки продавит. Дальше. Сегодня Кайман указывает на то, что большинство трейдеров засело в покупках, значит, рынок пойдет против толпы, опять же, будет снижаться. Британская валюта 1,2220, все по-прежнему ждем ближе к уровню 1,20. Вчерашний отчет по ВВП, рост на 0,8% в первом квартале с прогноза 1%, а прошлая оценка была еще выше. И слабый отчет по ВВП, он стал еще одним подтверждением того, что на британскую экономику, на темпы ее роста влияют уже вовшение инфляции, снижение реальных доходов в домохозяйстве, аналитический кризис. Поэтому снова вспоминаются прогнозы Банка Англии о том, что британская экономика постепенно сползает в рецессию. Отсюда страхи относительно будущего Англии, перспектив британской валюты. И отсюда четкое понимание того, что в таких условиях пространство для повышения процентной ставки для британского регулятора будет существенно ограничено. И что касается еще двух активов, это рынок нефти, бренд, за которым мы следим. 110 долларов за баррель. Основным триггером роста котировок нефти выступил вчерашний доклад Международного аналитического агентства, из которого следует то, что новые финансово-экономические санкции, которые вступят в силу и которые распространятся на аналитические секторы России, приведут к очень серьезным негативным последствиям для всей мировой экономики. И, в частности, очень сильно ударит по аналитической отрасли России. В прошлом месяце, кстати, объем нефтедобычи в России снизился почти на 1 миллион баррелей. Ожидается, что в июле производство просядет еще на 2,5-3 миллиона. И в совокупности объем нефтедобычи в России к концу года снизится до 9,6 миллионов. Это минимум с 2004 года. Вкупе еще с этим снижением, если мы вспомним про довольно консервативную позицию ОПЕК+, который не очень-то и старается увеличивать нефтедобычи, следует, что рынок сохранит вот этот статус дефицитного предложения, которое будет толкать котировки вверх. Финальные цифры от Международного этического агентства – то, что предложение в этом году снизится и составит 99,2 миллиона баррелей в сутки. Кстати, прогноз спроса тоже пониже, но он все равно находится на отметке 99,4. То есть существенно превышает показатель предложения. Я вам много недель подряд говорил об этом. Сейчас вот фактически цифра. Надеюсь, что вы, друзья, ранее были уже верны в направлении рынка и сейчас зарабатываете на росте нефтяного актива. И по золоту также сделаны все наши цели. 1825 долларов за трость полностью сейчас, лоу был 1810. Я для тех из вас, кто еще не закрывался и кто любит рисковать, предлагаю еще поддержать короткую позицию. У нас собственный страх и риск, конечно же, если вы хотите получить экстра прибыли и профит. Потому что допускаю, что в рамках текущей торговой сессии могут все-таки продавить золото до поддержки 1800 долларов ровно. Откуда уже будем искать потенциальные точки захода ванговой сделки. Но это уже разговор следующей недели. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok